Всем привет! Это программа Я в Биевке и я Алена Юрьевна. Сегодня этим поздним морозным вечером мы приехали на пляж к коммунальному мосту. А причина того, что зимой мы оказались здесь, простая крещенские купания. А потому мы понаблюдаем за обрядом омовения и пообщаемся с пришедшими. Купания начались уже в крещенский сочельник. Давайте расскажем вообще какие правила нужно соблюдать пришедшим, как все будет происходить. Ну первое правило это конечно же нужно пройти в раздевалку, раздеться и пройти к месту купания. Потом нужно, как все это делают в крещении, искупнуться три раза и выйти. И не упасть. Самое главное. Вот расскажите пожалуйста, вы первый год следите за порядком здесь или уже были до этого? Нет, мы присутствуем в первый год, то есть первый раз, так как у нас отделение новенькое, то есть только развивается. У нас соглашение совместно с МЧС, то есть мы выходим на такие, патрулируем мероприятия. Сегодня совместно с спасателями здесь находимся. В каком-то роде получается, что вы сами здесь проходите боевое крещение? Да, то есть нам это интересно, да, то есть это, во-первых, наблюдать за людьми, что люди все-таки у нас есть обычаи, да, которые из года в год соблюдают и нам это интересно. А вот расскажите пожалуйста, а при вот погружении в прорубь вообще какие основные правила должны быть? Что-то может быть нельзя делать? В первую очередь, да, да, чтобы это было не алкогольное пенение, так как человек менее, да, то есть за собой наблюдают, то есть как даже движение, да, то есть он может нырнуть, либо в воду, да, хлебануть, либо удариться там при выходе. Главное, то есть за здравой головой быть. А вот при погружении лучше всего разуваться или в какой-то обуви проходить. Ну, для каждого это должно быть свое, кто-то может быть без обуви, кто-то с обувью. Вы только что вышли из проруби, скажите пожалуйста, как ваши впечатления, как водичка? Шикарная водичка, правда, я даже не ощутила, что холодно. Сейчас такое покалывание легкое в теле, прям шикарно, очень мне понравилось. Советую, хотя бы вот в крещение пробуйте, не бойтесь. Ну, это здорово, это новые ощущения, это всплеск эмоций, это в теле новые такие все ощущения. Я не знаю, что сказать, но мне очень нравится, и я купаюсь 8 лет уже, ныряю. И детей своих, троих сыновей тоже приучила, они тоже у меня купаются. Сегодня они у меня дома в Михайловском, а я вот приехала к вам в гости. А с чего вообще все это началось? Почему вы решили 8 лет назад окунаться в прорубь? Ну, просто поняла, что надо что-то пробовать, что это для здоровья очень полезно. И советую теперь другим. Вот расскажите, с чего вы начинали, как себя подготовить к этому? Никак не подготовила, переоделась, пошла, нырнула, святая водичка, знаю, что это для здоровья. Вы каждый год ходите, стараетесь или, может быть, пропускаете какие-то? Нет, я не пропускала ни одну зиму, ни одно крещение. А что для вас вообще означает крещение? То есть это просто окунуться и выйти? Нет, это не для фотографий, не для видео, это бодрость тела, бодрость духа. Для здоровья. Вы говорили про палатки, вот чем они оборудованы, там вообще тепло? Да, то есть в каждой палатке установлены печки, есть специальные коврики, на которых можно босиком находиться, стоять. Также и здесь есть горячий чай и кофе, то есть можно и согреться. А сколько здесь всего дежурит спасателей и вообще какие городские службы присутствуют? Сейчас присутствуют здесь ППС, Росгвардия, поисково-спасательный отряд БИСКО, также МЧС здесь находятся и наш отряд, то есть спасал Т-22. Первые люди, которые уже успели погрузиться в прорубь, как впечатление, как они себя чувствовали, все ли было в порядке? Ну, да, были активные, выходили, у них и настроение было хорошее, но не падали. Все были довольны, с радостью, с улыбкой выходили. У кого-то был первый раз вообще совершенно, и с удовольствием выходили и говорили, что круто. А я вот наблюдала, что у вас, ваши активисты, вот в проруби что-то вычищают. Что вы делаете, что это такое и для чего это нужно? Ну, это специальная такая лопатка, которая называется у спасателей пельменица, да, наподобие, что когда мы пельмени достаем, да, стекает вода. Точно так же здесь убирают лед, чтобы кто купается, не мешал. Молодец какой! Молодец какой, а? Вот это сразу, вот это все. Расскажите, пожалуйста, нам, сколько лет вашему сыну, он так героически зашел в прорубь. Сыну 10 лет, мы уже второй раз купаемся, в прошлом году купались. Вот, в этот раз тоже решил искупаться, попросил, чтобы мы свозили, ну вот, мы искупались. И как тебе, скажи, пожалуйста? Холодно очень. А почему ты вообще решил в прорубь окунаться? Не знаю, за колени. И потом выходишь из воды, вообще жарко становится, даже не холодно. А вы, как родители, не боялись вот ребенка отпустить в ледяную воду? Ну, как бы, мы спросили, если, как бы, есть желание. Ну, и раз попробовали, как бы, все получилось. Ну, и сейчас вот второй раз опять. А почему сами сегодня в воду не опускали? Маленько болеем, и, как бы, ну, боюсь дальше, как бы, заболеть. Как бы, я тоже купался, но сегодня как-то нет желания. Так бы, охота была, но я боюсь, что не получится, может, вдруг что-то так вот. А как вообще? Как-то подготавливали ребенка к этому? Или вот просто сразу зашел в воду? Нет, мы с детства, у нас своя баня, и мы после бани ходим в снег. То есть, это уже у нас, как бы, как бы, маленько есть закал небольшой. Рядом со мной стоит Оксана Альбертовна Парфенова. Она только что вышла из проруби. Скажите, как настроение? Отлично, я все рекомендую. У нас прекрасное настроение. Это, видимо, подруга подошла. Это мама. Вот как, замечательно. А как давно вы уже, я не знаю, закаляетесь, наверное? Лет 10, да. Лет 10, мы детей маленьких, вы-то раз не с тобой не стали брать? А так? А так-то мы еще и маленьких берем с собой. В том году четырехмесячного купали. А что вас подвигло на это? Ну, если честно сказать, ну, сначала интерес был, а теперь уже, это уже, как сказать, уже традиция стала. Вы знаете, как здорово после вот этого? Вы пробовали вообще? Нет, я не пробовала. И, знаете, я боюсь даже туда окунаться. Мне очень холодно. Рекомендую. Рекомендую, потому что все люди боятся заболеть. От этого никогда не заболеешь. Наоборот, тело бодрое становится очень такое. А вот сегодня крещенский сочельник и крещение, вот скажите, пожалуйста, что это для вас значит? Это ведь не просто взять и окунуться. Это вера. Это вера в себя, вера в Бога, вера в людей. Вообще, все, что не делается, вообще, это мир, это наша вера. Как мы верим, так мы и живем. Завтра вот с утра пойду в трапезу помогать резать салатики. Пригласили вот. Вы только посмотрите, какой прекрасный крещенский городок соорудили наши скульпторы. Особенно впечатляют фигура ангела и вифлеемская звезда, подсвеченные разноцветными фонарями. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы по крещенскому городку просто так прогуливаетесь или совершили обряд омовения? Нет, я в этот раз с подругой пришла. Подруга у меня уже искупалась. Вот. А я просто пришла посмотреть красоту. А вы никогда вообще в прорубь не окунались? Окуналась. Я просто сейчас немного себя плоховато чувствую, поэтому и холодно в этот раз. Я что-то не рискую. А какая для вас оптимальная температура, чтобы совершить обряд? Ну, где-то до 20 градусов. 15, вот 15-20. Я вот в это так вот ныряю. Ну, сейчас я просто болею, не рискую. А как вообще нужно настроить себя на это? Какие-то советы, может, дайте тем, кто боится, хочет, но боится? Ну, просто надо, наверное, дойти. Вот у меня подруга, она каждый год, она в 45 градусов купалась. У нее уже была тренировка на Голубых озерах, генеральная репетиция. Так что вот она, это самое, уже сейчас вот придет, будет купаться. Ну, вы посмотрели на ледовые фигуры, скульптуры? Очень красивые, очень красивые. Коробейников у нас молодец. Ему вообще большое спасибо. Вот он каждый год удивляет нас своей красотой. Молодец. А что особенно понравилось? Ну, вообще каждый раз что-то необычное. Вот звезда у нас красивая. Вот ангел у нас, он какой красивый. Ну, каждый год что-то по-новому. Вот эти иконы все стоят в рядочках. Ну, красота, приятно погулять, приятно посмотреть. Большое ему спасибо от всех жителей города Бийска. Мы его благодарим. Он талантище наш. Нигде, наверное, такого нету. Галина Шахова у нас тоже только что окунулась. Свои впечатления и эмоции. Пока не знаю, какие эмоции у меня. Ну, я постоянно хожу, поэтому для меня это не это. Сейчас еще третий раз зайду. Жду подружек просто. Так, а вы что, не по одному разу окунаетесь? Я уже раз окунулась, сейчас вот второй раз, сейчас еще третий раз зайду. А зачем столько много? Ну, надо так, я люблю. Я люблю плавать. В холодной воде, тем более. А вообще, вы просто так здесь, для того, чтобы просто позакаляться? Или все-таки для вас крещение что-то особенное, значит? Ну, крещение, это мой праздник, день рождения. Да вы что, с днем рождения вас! Спасибо. Поэтому вот, как бы, люблю. Люблю, холод люблю, зиму люблю, на лыжах люблю. Зиму обожаю. Ну, а вам, получается, сейчас вы стоите вообще не холодно? Да нет, нормально. А как давно вообще вы начали практиковать, вот, то, что окунаться в ледяную воду, в крещение именно? Да, наверное, лет 12 уже, наверное, 15 назад. А почему вот решили? Сама пошла, да и все, попробовала, понравилось. А когда и где в первый раз вы окунулись в прорубь? Вот в этой проруби. Все произошло на биле. Было где-то 45 градусов в первый раз я окунулась. Да, 45 в первый раз. И как в такой мороз удалось вам погрузиться? Ну, нормально. Погрузилась здесь все. То есть на улице было 45, а вода теплее была. Там вы, в общем, согрелись? Да. Скажем так, согрелись. И после этого я теперь купаюсь. Ну, я ведь на голубых озерах купаюсь. Вообще в холодной воде купаюсь. Котой нельзя. А вот как вы считаете, в крещении действительно можно смыть в себя какие-то грехи? Ну, да. По вере вроде как говорят, что можно. Поэтому, наверное, смываем грехи. Я подошла к очереди, которая выстроилась в купели. Вот скажите, пожалуйста, вы один из последних. Не боитесь замерзнуть, пока дойдете до проруби? Да нет, конечно, не боимся. Мы же сибиряки. Давно вообще окунаетесь в крещенскую прорубь? Ну, четвертый год уже будет. А почему? Ну, нравится. А что именно вам нравится? Сам процесс. Дайте совет вот тем, кто хочет, но пока не готов погрузиться. Что нужно делать? Как себя подготовить? Ну, просто собраться мыслями, с чувством и все. И идти вперед к своей цели задуманной. А вы после этого не болеете? Нет, ни разу не болели. А какие чувства вы испытываете, когда вы ходите? Да, ну, какие? Просто не передать эти эмоции. Классно. Классно, всем советую. Для вас какая самая комфортная температура, чтобы в такую ледяную лодку опуститься? Ну, вот как сегодня, нормально еще погода. Нормально, пойдет. Если честно, я немного завидую тем, кто смог окунуться в крещенскую прорубь, потому что мне даже в одежде-то стоять холодно. И за этим действом я могу только лишь наблюдать. Это была программа «Я в Бийске» и я, Алена Юрьевна. Будьте здоровы и крепки духом. Всем пока. Смотрите программу «Я в Бийске» на странице Бийского телевидения, на видеохостинге YouTube, в группах «Бийск мой город», в социальных сетях, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» bwork.ru.